мадагаскарский черный шипящий вот так вот кушай кушай паучок кушай здесь сейчас сидит у нас лосеодоро джунгарика очень тоже интересный вид птицееда смотрите как он активный агрессивный друзья всем привет с вами рамазанов тагир и канал экзотариум и сегодня видеоролики я покажу вам и расскажу как склеить своими руками вот такой вот террариум для полка птиц еда оставайтесь с нами на канале обязательно поставьте лайк и подпишитесь для того чтобы склеить нам террариум для полка птиц еда нам понадобится вот такой вот силиконовый герметик я использую кем люкс фирму очень офигенный герметик всем рекомендую также для него понадобится нам пистолет такой простенький самый взял пойдет понадобится нам желез ножницы по металлу для того чтобы вырезать нам сетку металлическую для вентиляции нашего террариума ну и также нам пригодятся ножнички и ножик маленький такой канцелярский ну и конечно же куда мы без самих стекол вот готовые нарезанные стекла уже по размерам кстати оставлю в описании ссылочку где вы можете посмотреть чертежи моих террариумов поставьте лайк друзья ну что приступим к склейке силиконовый герметик я уже вскрыл отрезались носит заряжаем в пистолет наш все наш пистолет готов к использованию берем стекла наши первым сам возьмем дно выставим и вокруг на будут у нас стенки ставится берем заднюю стенку и две боковых у нас так выставляем как это все у нас будет все теперь промазываем наши швы силиконовым герметиком старайтесь ребята тоненьким тоненьким слоем так как это не аквариум давления нет никакого поэтому сильно новый герметик не надо проходим аккуратненько все но у меня конечно руки дрожат друзья не получается проводить так все промазали наши швы теперь давайте соединять наши стенки заднюю боковую сначала слегка придавливаем чтобы герметик уложился как следует и третью стеночку давайте подровняем как следует и теперь бумажным скотчем немного давайте зафиксируем чтобы у нас не разъехали стенки конечно же этого не должно произойти стеночки маленькие стекла легкие так что на всякий случай сделаем это и так что у нас получилось делаем ну в принципе вроде ок все ок с этой стороны немного придавим все замечательно и теперь друзья нужно убрать нам излишки герметика для этого мы немножко стоп забыл ребята давайте сразу верхнюю стеночку вклеим потолок наш нет все таки правильно надо сначала излишки убрать для этого мистеру мускулом так проходим швы ну чтобы нам не прилипало все это и используя карточки кусочек аккуратненько не надавливая сильно проводим излишки убираем вот так каждый угол ребята чуть не накосячил так еще вот так вот а теперь давайте вверх мы склеивать будем вверх у нас будет итак друзья мы с вами поставили каркас наш склеим боковые стенки заднюю стенку дно теперь все это дело у нас подсохнет маленько тем временем мы пока приготовим вентиляцию вырежем друзья в нашем этом террариуме будет открываться верхняя часть вот это вот она будет как в пазах у нас это будем использовать вот такие вот шеобразные профиля вот в этих профилях у нас будет ложиться дверка наша также у нас будет спереди здесь дверка также открываться вверх по таким же профилям шеобразные также будет открываться вверх ну и здесь вот так двигаться будет в общем сейчас давайте замерим с какой нам надо размер сетки металлической для вентиляции а 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 И так, друзья, вот разреза на половинке вот наш шеобразный профиль вот так вот у нас получается теперь вот мы будем сейчас это все клеить на наш террариум также вырезал уголок у такого сюда будем приклеивать на нем будет у нас сетка ложится с этой стороны вот здесь вот ну что давайте начнем склейку наших профилей наносим также слой герметика максимально экономно аккуратненько ребята вот это вот неправильно все дело все вот это должно высохнуть прежде чем я продолжу остальную работу но так как у меня времени нету то мы сделаем это сразу вообще вы должны дождаться пока высохнут стенки ваши каркас общий только потом вы должны приступать склейки остальных деталей так как я тороплюсь и этот ролик чисто чтобы показать вам как это все делается мы отбросим эти подробности в стороны и давайте наш третий профиль приклеим здесь совсем по краям только герметиканами немножко с размером пролетел но ничего страшного все наши профиля приклеены теперь давайте уголок еще уголок надо какое очень интересно занятие вот клей террариум аквариум и прям вообще доволен этим я наслаждение получаю когда занимаешься сеточку мы вырезали более менее подровняли и она нас готова приклеиваем теперь нам потребуется вырезать уголочки чтобы вот здесь вот так уже закрыть закрыть эти все некрасивые швы так сейчас мы замеряем и вырежем вырезал и уголочки вот так вот со стыковочки все таковка углов вырезаны так давайте будем все это дело вклеивать вот здесь сетка я когда герметик не экономлю вообще и должно все максимально крепко и хорошо держаться руки как обычно дрожат у меня как у алкоголика не обращайте на это внимание пожалуйста сюда на уголок герметик наносим вот наша сетка будет сюда ложиться давайте положим сеточку на слегка придавливаем теперь я повторно наношу сверху герметик уже немного косям чуть-чуть все верхняя вентиляция у нас готова друзья и вверх полностью практически друзья наш террариум немножко подсох теперь давайте вот перевернем на крышу чтобы приклеить лицевую часть вырезал также из шеобразных профилей вот такие вот пузы для нашей дверки сейчас все это дело будем монтировать а она 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 Все друзья, осталась последняя деталька, нижняя лицевая сторона нашего тиравиума. Верхнюю проклеили, дверку я уже вставил. Отверстие под ручку я вклею потом. Давайте можно последнюю деталь вклеивать. Ну вот и, друзья, наш тиравиум готов. Полностью мы его доклеили. Осталось только единственные две ручки сюда в дверки приклеить. Это кубик 20 на 20, предназначенный для норного полка Аптерина Хиллес Муринус. Поэтому мы не стали делать здесь нижнюю вентиляцию проточную. И только у нас верхняя вентиляция есть. Тиравиум получился достаточно аккуратный, симпатичный. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить, кстати, пересадку Муринуса в этот террариум. Друзья, вот такие вот террариумы я склеил своими руками. Вот это вот вертикальный террариум 30 на 30 по дну и 35 в высоту. Здесь вот этот террариум предназначен для древесного паука. Сейчас в нем сидит древесный птицеед, это пиццелотерия Британи Кэт. Очень классный, красивый паук, ребята. И сейчас мы его покормим. А еще расскажу кое-что про дверки. Вот здесь вот эта дверка нужна, например, для пересадки или для уборки, обслуживания какого-то. А если его покормить, то открываем верхнюю дверку, намного удобней. Открываем и кормим. Сейчас мы покормим вот этого паука вот этими классными тараканами. Мадагаскарский, черный, шипящий. Вот так вот. Кушай, кушай, паук, кушай. Ой, бедняжка. Все, ладно, ребята, не будем мучить кошку. Простите за это. Соня, беги отсюда. Соня, давай. Соня, убегай, Соня. Сонечку. Что понравилось-то? Все, вали отсюда. В общем, вот такие красивые террариумы у нас получились. Это, друзья, кубик 30 на 30 для наземного птицееда. Здесь сейчас сидит у нас Лосеадора Джунгарика. Очень тоже интересный вид птицееда. Смотрите, как он активный, агрессивный. Сейчас мы его тоже попробуем покормить. Смотрите, он прям кидается на палец. Очень агрессивный птицеед. Лосеадора Джунгарика, ребята, если надо, кому продам. Сейчас мы его покормим. Конструкция этой двери, она поднимается вверх на пазах вот таких вот. Очень удобно кормить паука. Открыл, покормил, закрыл быстренько. Сейчас мы попробуем покормить этого паука вот таким вот тараканчиком. Это таракан Блоберус Крайнефер Мертвая Голова еще называют за счет вот этого рисуночка. На задней спинке вот. На череп похоже. И давайте покормим нашу... Смотрите, он нападает на террариум. Бешеный вообще паук. Итак, давайте запустим нашего таракана и посмотрим, как этот паук его сейчас соживет. Смотрите, смотрите, кого он пытается выбраться из террариума. Очень активный паук. Прям, не знаю, ну-ка. Вон он тараканчик, вон он паук. Паук с той стороны, паук. Он просто не видит его сейчас, друзья. Сейчас мы понаблюдаем немножко. Я думаю, он покушает. Давай, давай, давай. Ты увидишь его? Опа! Он чувствует его, смотрите. Смотрите, паук увидел таракана. Сейчас он нападет на него и съест его. Смотрите, смотрите, как он... Нет, он... Он только покакал. Смотришь, какой какашек. Смотрите, как таракан защищается... Он наклоняет свою спину и пытается защититься. Казахстан, Петропавловск Кому нужны такие террариумы для пауков Либо для ящериц каких-то Готов склеить на заказ Пишите в ВВС ВКонтакте Ссылочку оставлю в описании под роликом Ну, друзья, по лук не голоден Видимо, скоро линять будет Поэтому не кушай таракана Горошик Горошик Горошик, пойдешь домой? Домой хочешь? Пойдем, выходи домой Выходи, мой маленький Адя, 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 не бойся Не бойся, я тебя домой отпущу С тараканами, скажи, устал уже, наверное, сидеть, да? Друзья, ребята, ставьте лайк Если понравился видеоролик Подписывайтесь на наш канал Всего доброго, всем пока